так у нас очередная история про велосипедик значит смотрите это у нас стингер стингер рама хайтен стил модель называется кайман значит чего тут написано я не знаю главный размер рамы xl 22 дюйма то есть велосипед подразумевается под очень очень большого человека очень высокого и вероятно тяжелого двадцатая рама представляете да большая велосипед очень тяжелый то есть я его еле сюда затащил на стенд весит он килограмм 20 не больше но очень тяжело на самом деле здесь у нас все стальное у нас вынос стальной эти какой такой олдовый вынос у нас руль стальное нас под сидел стального с таким вот замком да то есть человек 100 килограмм и ростом соответствующим а клиент у нас который купил этот велосипед в магазине весит там под сотню и рост у него 195 как вы думаете как он быстро вот этот замок свернет постоянно туда-сюда ездит он там видно следы сейчас седло стоит немножко под неправильным углом очень весь прикол в чем то есть маркетологи и продавцы магазина соответственно маркетологи придумали этот велосипед а продавцы магазин его продают потому что приходит человек ростом 195 ему что нужно ему нужен найнер на огромных колесах на 26 колесах ему будет вообще неудобно ему нужна огромная рама 22 как минимум а то и 23 и грубо говоря вот в бюджетном сегменте а велосипед этот покупался весной 21 года за 16 тысяч всего за 16 тысяч покупался велосипеда в магазине да и что он за эти деньги получил получил огромную высокую тяжеленную раму и он получил трещотку он получил трещотку на 6 скоростей вы понимаете что они придумали и вот сюда поставили монетку аж на 6 скоростей отдельную такие вот ручки простенькие до под 7 резьбу м7 вот и конечно что сделал клиент клиент очень быстро к сожалению к сожалению сломал ось но не то что сама очень сильно загнута втулка очень сильно люфтит я попробую показать видно да вот насколько у нас люфтит втулка вот так вот болтается колесо я с этим сделать ничего не могу то есть я могу конечно перебрать эту втулку поменять эту кривую ось менять конуса подшипники но мы ничего не получим потому что клиент ростом 195 и весом 100 килограмм это ось сломает через очень коровкое время что здесь он стоит еще может быть там более-менее нормально а те опции которые идут на запчасти они вообще китайские там по 100 рублей вот соответственно заднего втулка упирать не будем восьмерку мы поправили восьмерку поправили по одной простой причине здесь была очень одна сломана спицы в одном месте очень сильно било колесо вот сломанная спицы на полу валяется то есть поправили восьмерку на втулку перебирать мы не будем мы решили с клиентом так что будет немножечко дальше кататься кататься он будет аккуратно и если у него сломается втулка то соответственно поставить тут под кассету потому что у него уже идет износ звездочек, износ цепи, и как бы трансмиссию ему тоже менять, соответственно, кассету он поменяет. Но тут вопрос в том, что кассету на 6 он не найдет, то есть ему придется ставить на 7 кассет, и, соответственно, менять уже монетку на 7. Вот, то есть вложение, 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 да, потому что, ну, не может человек с ростом 125 и весом 100 килограмм кататься на втулке под трещотку, потому что, если вы знаете, то у втулки два подшипника находятся вот в этих местах, а вот это место, оно полностью пустое, и вот здесь вот втулка, ось, точнее, у втулки начинает гнуться, и все подшипники очень быстро разбиваются, и это даже у детей происходит у легких, невысоких ростом людей, у детей там, да, легких и невысоких, а у большого высокого человека это происходит намного быстрее, ломается именно ось. Дальше, ну, переключатель, соответственно, у нас люфтит, то есть он работает, он переключает, но у него там есть люфт, и нету такой идеальной четкости. Дальше, передний переключатель, это вообще смех, то есть посмотрите, какой тонкий металл здесь стоит, при том, что это Шимана, то есть переключатель вообще любительского уровня, а это Найнер, здесь большой человек, со всей силой давит на педали, штаны, кстати, тоже стальные, то есть все тяжелое. Короче, он согнулся, он просто согнулся, я, чтобы его привести в какой-то порядок, правил плоскогубцами, то есть, брат плоскогубц начинал выгибать, придавать ему какую-то определенную форму, чтобы он начал нормально переключать, потому что у него очень быстро протирают вот эти все внутренности, которые закидывают и скидывают цепь, там есть такие выступы, и они, к сожалению, все уже немножко подстерлись и переключались столкнуться. Вот, ну и переднее колесо, про него сейчас отдельно расскажу, а, ну, кстати, тут вилка, конечно, не вилка, точнее, рулевая, очень туго, то есть все там закусывает, все перекусывает, но клиент как бы немножечко разбирается в технике, там, в советское время детские велосипеды свои чинил, сейчас машину понимает, как делать, и я ему просто показал, объяснил, как все это настроить, чтобы он мог самостоятельно все это править, потому что править, ну, поправлю я сейчас ротор, ротор из мягкого металла, он кривой, он реально в одну сторону очень сильно бьет, сейчас я этот ротор поправлю, через 2-3 дня он опять начнет кривиться, соответственно, я сейчас лучше клиенту объясню, покажу, как правильно настраивать ротор, как его править, и он это сделает сам, Потому что, ну, человек понимающий, по крайней мере, он вник в проблему этого велосипеда И будет знать, как настроить ротор, как подрегулировать рулевую, да И как следить за всем остальным, за втулкой, за цепью и так далее Вот, поэтому сейчас мы делаем только вот правку заднего колеса Настройку и правку переключателя переднего и переборку передней втулки Ну, короче, по деньгам это там выйдет на рублей 500-600 Вот, если, конечно, не надо будет менять сейчас конуса, подшипники и так далее Но, по крайней мере, клиент разберется и будет понимать, что с велосипедом происходит Но смысл в том, что если вы большой, высокий человек Если вы покупаете огромную раму, пусть даже тяжелую, стальную И вам тяжело будет на этом велосипеде ездить, все равно, потому что рама тяжелая, втулки плохие Ни в коем случае, ни в коем случае не берите втулку под кассету То есть, если вы видите, что сзади 6 или 7 звездочек, то, скорее всего, вам такую втулку не нужно брать Лучше берите где 8 звездочек, потому что 8 звездочек, это, скорее всего, будет кассета Уточните у продавца, но продавцы тут обманули клиента, объяснили, что кассета На самом деле это трещотка, то есть, там вот видно И, соответственно, втулка гнется по таким большим весам, по таким большим ростам И ни к чему хорошему это не приводит То есть, велосипеду, получается, вот вы купили весной, да, сейчас у нас конец сезона И все плохо То есть, колесо умерло за один сезон Вот так вот выглядит втулочка перед переборкой Слышно звук, как это все болтается То есть, втулка качества не очень К сожалению, и по 29 колеса, и подвес, и рост такого большого человека Соответственно, такое качество втулки, к сожалению, не подходит Сейчас разберу, покажу, что там внутри Чтобы нормально подобраться вот к этой контрагайке Вот эта гайка, а там снизу контрагайка Значит, мне нужно снять тормозной ротор Можно, конечно, его не снимать и собрать так Тогда я не смогу все это аккуратно помыть, почистить и так далее Для этого нужно открутить винты, они вот с такой звездочкой Торкс Ключик немецкий, дорогой 5 евро он стоит, то есть, на наши деньги вот эта штучка стоит 500 рублей Открутить не могу, то есть, три вот открутилось На трех я сорвал уже шлицы Потому что качество металла ни о чем Вот видите, все прокручивается Сейчас надо все высверливать Закручивать сюда экстрактор И выкручивать эти винтики И ставить сюда новые Как бы винтик такой стоит на Алиэкспрессе Там 5 штук, ой, 6 штук набор стоит порядка 150 рублей Именно у таких черных каленых винтиков Они более качественные, конечно То есть, это вот первая трудность Чтобы добраться до внутренности втулки Затем мне надо вот это все разобрать И все это полностью отмыть А здесь грязь, смазка, все это прикипело То есть, большой расход и обезжиривателя И растворителя, и тряпок Поэтому переборка втулки, к сожалению Ну, как минимум час занимает И стоит соответствующих денег Вот такой вот грязный у нас пыльник Все надо сейчас отмыть, чтобы посмотреть На сколько там изношена дорожка Вроде бы визуально А нет, вот там есть все-таки царапинки То есть, скорее всего, конус надо будет либо полировать Либо менять Дальше, смотрите, как у нас замечательно У нас шарика не хватает во втулке И внутри полно-полно грязи Неудивительно, что втулка болталась Потому что один шарик меньше, чем нужно Втулка стальная, самая бюджетная Сейчас я все это буду отмывать И буду, соответственно, показывать износ Но я думаю, что еще сезон эта втулочка поедет А потом придется человеку уже менять нормальную втулку С другой стороны, на втулке у нас 9 шариков То есть, правильное количество Шариков бывает обычно или 9, или 10 Вот в этой втулке их должно быть 9 А с одной стороны было почему-то 8 Вот видите, вот такая смазочка была Желтенькая изначально Да, это вот внутрь втулки продавило А вот такая она сейчас Соответственно, все это надо перебирать Потому что видите, какое количество песка И все это очень быстро изнашивает втулку То есть, это втулки всего полгодика То есть, человек отъездил в один сезон И принес нам колесо в ремонт Сейчас, соответственно, покажу Может быть, и он это видео посмотрит Вот видите, какая грязища у нас внутри И вот вблизи с подсветочкой сорваны шлицы на винтах Сейчас я буду их высверливать И после этого буду все мыть Чтобы все было чисто и аккуратно И у нас уже очередь У нас уже еще колесики стоят То есть, несмотря на то, что сейчас у нас декабрь Уже работы достаточно много А летом это все превратится просто в бесконечную погоню за временем Так что приносите велосипеды лучше сейчас Пока еще не поздно Так, чтобы вот эти винты выкрутить Можно их, конечно, не выкручивать И перебрать вот так вот И оставить клиенту с сорванными винтами ротор, да Но вдруг ему ротор придется менять И вдруг ему придется еще раз перебирать Плюс мне неудобно это мыть и контрить отсюда Я лучше законтрю с обоих сторон гайки Чем я законтрю только с одной стороны Поэтому я их лучше откручу Поменяю на нормальные То есть, в принципе, это будет просто там Три винта стоить там Я не знаю, 100 рублей вместе с заменой Вот, вот такой вот набор Экстракторов используется Значит, в чем прикол Глубина вот этого отверстия Она не очень большая И ширины шляпки, видите, он вот в этом месте начинает цепляться Мне нужно его утопить туда, как можно глубже Чтобы мне туда его утопить Мне нужно сначала просверлить То есть, просто чтобы открутить эти три винта Мне надо 10-15 минут То есть, насверлить три отверстия Не сломав сверло, да Потом вкрутить этот экстрактор И уже открутить все три винта То есть, по времени это, соответственно, дольше То есть, такую втулку починить по времени дольше И нужно поменять винты Потому что, ну, просто так их оставить Они еще больше закиснут со временем То есть, лучше их сразу поменять Чем оставлять в таком виде Но это будет немножечко дороже Итак, вот я, значит, имею целый набор сверел Хорошее сверло Такого-то уже оно подстерлось И оно практически не сверлит Соответственно, износ сверел есть Нужен шуруповерт У него постепенно умирают аккумуляторы Дальше вот такой вот набор желтеньких Что-то здесь какие-то резьбы не очень Плохо впиваются в металл То есть, видите, вот металл остается А сам вот этот вот экстрактор не вкручивается Взял вот такой второй набор И, наконец-то, со второй попытки Получилось у меня выкрутить винт То есть, я засверлился Вот сюда вот немножечко Буквально на пару миллиметров И вкорачил экстрактор И открутил То есть, вот нужно Вот такая штука, кстати Просто держалка стоит, по-моему, тысячи полторы То есть, чтобы экстракторами пользоваться Плюс экстракторы То есть, представьте, да Сколько нужно инструмента Чтобы просто выкрутить винт Закисший с сорванной головкой Можешь, конечно, болгаркой напилить вот так Но начинаешь откручивать И винт просто пополам лопается И тогда еще сложнее выкручивать Поэтому лучше экстракторами это делать В общем, есть проблемы И с наличием инструмента И со стоимостью работы И с временем, которое на это все уходит Ну что ж, я вот думаю, 15 минут потрачу Потрасил полчаса Все вот так вот выкрутил То есть, видите, да На какую глубину надо сверлить Чтобы экстрактор туда поместился И зацепил буквально за самую кромку Потому что отверстие большое, широкое Надо достаточно глубоко высверливать И вот такая у нас стулочка Сейчас буду это все отмывать И покажу, насколько там внутри все плохо Или хорошо Так, давайте посмотрим на качество втулок Которые ставят на стингер Видите, да, дорожки все уже изношены Пузыри на краске Вон там какой-то волос прилип в краске То есть, качество втулок не очень И они очень сильно уже изношены То есть, вопрос Стоит ли перебирать эту втулку или нет Такой Я ее перебрал Я узнал, что она изношена Сейчас, соответственно, сюда добавлю шарик Которого не хватало Вот у меня есть подшипничек Уже разобранный Я отсюда шарик возьму, поставлю Шарики сейчас я вам поближе попробую приблизить На них уже тоже есть Вон, видите, дефекты, царапины Опять же, менять их смысла нету Потому что Уже и внутренние чашки изношены И дорожка появилась очень сильная На конусах И вот что самое интересное Сейчас я здесь вам покажу Пока еще ямок Таких нету Конкретных Но появляется, вот видите, чернота То есть, это еще не ямка Но уже начало ржавчины И буквально еще километров 500 Здесь будет очень сильная ямка Вот в этом месте Свет бликует Но это не червоточина Это не трещина Это не каверна Это именно поверхностная ржавчина То есть, этой втулочке Смотрите, сколько песка там еще внутри осталось Сейчас буду все это протирать То есть, осталось этой втулочке жить совсем недолго Видите, песочек Сейчас все надо продуть Осталось этой втулочке жить Ну, 500 тысяч километров И ей хана Потому что уже чашки изношены очень сильно И смысла менять конуса И подшипники нету Потому что все равно уже чашка изношена То есть, перебрав эту втулку Мы узнали Первое, что нам нужно поменять Три новых винта поставить Да, вот таких вот Хоть и китайских Но нормальных, качественных винта Под звездочку Если мы это не узнали Соответственно, клиент не смог бы Самостоятельно, без экстракторов Поменять тормозной диск Или поменять втулку То есть, мы сейчас Одну проблему устраняем Дальше мы узнали ресурс втулке Сколько она уже отработала И плюс она очень сильно болталась Люфтила И тогда она разбилась бы вообще За какой-то короткий промежуток времени Сейчас мы ее переберем Нанесем новую смазку Поставим новый шарик Хотя бы один, которого не хватало И эта втулка хотя бы сезон поездит Может она поездит дольше Может меньше всего Будет зависеть от грязи От того, в каких условиях Эта втулка будет эксплуатироваться Под какой нагрузкой Вот, и за это клиент нам заплатит 350 рублей За вот эти 2 часа потраченного времени Так что втулки стоит перебирать Хотя бы раз в год Чтобы знать, что у вас втулка не развалится Буквально там через неделю Но с другой стороны Да, вот при таком достаточно Сильном износе чашек Еще дырок пока здесь нет Еще каверн пока нет Но вы видите, да Что дорожка уже туда вглубь Проложена, скажем так Это тропиночка И этой втулке осталось на самом деле Вот, или сезон, или может быть даже меньше Все зависит от нагрузки Использовали хорошую, качественную синюю смазку И втулочка перебрана Слышно, как там смазочка Но никакого песка нету Ничего не люфтит Я дергаю втулку Люфта не откроется Все очень хорошо Без закусываний Вот, но, к сожалению Этой втулочке осталось жить Не так и долго Затягиваю старые винты И чувствую прямо Насколько металл мягче То есть при откручении этих винтов Придется тоже Возможные усилия Приложить в следующий раз И вот такое состояние у нас Эксцентрика То есть очень много ржавчины Велосипед катался в дождь В грязную погоду И здесь вот тоже ржавчина есть То есть, соответственно Это одна из причин Из-за которых втулка быстро изнашивается Потому что здесь Серединного пыльника нету Попадает через вот это отверстие Туда грязь, пыль Смазка очень быстро портится Поэтому прогулочный велосипед К сожалению, не для поездок в дождик Так что следите за велосипедами И периодически их чистите Мойте, обслуживайте Иначе вот Видите, даже за один сезон Может у вас стулочка умереть К сожалению Пока колесо нес до велосипеда Подумал, что наверное Стоит поменять все винтики И два смог выгрузить А еще один не смог То есть, уже пока я закручивал Сорвались шлицы И на откручивание Они просто прокручиваются Сейчас придется опять ФСР-лить, менять Так что поменяю все винты полностью Как бы деньги возьму только за винты Работу как бы в подарок сделаю Зато клиент будет доволен Все, велосипед готов Собран Как бы все, что мы хотели Мы здесь сделали И осталось научить клиента Как правильно править ротора Потому что предстоит Это ему делать периодически Потому что ротора очень слабенькие А так все Как бы пока поездит Скажем так, пока поездит Но все-таки вот обращайте внимание На то, что у вас Кассета или трещотка Если вы большой и тяжелый человек И высокий То смотрите, что вот у вас Сзади была бы обязательно Кассета, а не трещотка Либо очень аккуратно катайтесь Потому что велосипеды прогулочного типа Они, к сожалению, не очень надежны И имеют свойство быстро ломаться